Орликин Плеер Я в течение многих лет слежу, и когда возникло это театральное пространство, студийное, конечно, по существу, нам захотелось вместе с Игорем Галяком, который руководит всем этим, значит, хозяйством, начать какое-нибудь просветительское мероприятие, даже не знали, как это назвать, ну, лекции, не лекции. Я бы хотел, чтобы мы встречались, ну, скажем, раз в месяц, как получится, в этом сезоне, потом на следующий год, рассказывать о том, что мне кажется серьезным, важным, интересным в истории и в современной жизни русского театра, российского театра. Вот так свободно, лирически, потому что мне хочется говорить только о том, что лично знаю, понимаю, с чем имел дело. Ну, например, там, Анатолий Эфрос и Юрий Любимов, я прекрасно знал их обоих. Я бы хотел поговорить об этих двух режиссерах, об этих двух театрах, об этих двух направлениях русской театральной мысли, они ведь были противоположны в определенном смысле. И в определенных вещах, на определенных перекрестках нашей истории встречались и переплетались. Я хотел бы рассказать о Вахтангове и Чехове, о двух очень разных персонажах русской театральной истории, как они повлияли на будущее русского театра, как это считается сегодня, что произошло с этими двумя оборванными линиями русской сцены. Я хотел бы, конечно, рассказать о том, чему сам был свидетелем и в чем участвовал, ну, например, Олег Ефремов и финал «Распад советского художественного театра», Георгий Товстоногов, Лев Додин, Петр Фоменко. Знаете что, это все неисчислимо. И я даже не очень представляю, вот то, что я назвал, это точно, я хотел бы кое-что в этом году рассказывать. А потом посмотрим, как это все сложится, как мы будем жить, как будем существовать, будут ли существовать Орликин Плеерс, я надеюсь, они будут существовать и развиваться. Настоящий театр, вот культурное место, это когда город знает это место, привык к этому месту, знает, что в этом месте неважно, начинается ли это в 12 дня или в 5 часов вечера, или в 7 часов вечера, как спектакль, что-то будет важное, что не надо пропускать. Я бы хотел быть частью этого процесса, тем более у меня есть сейчас время и возможность рассказать то, что знаю, то, что пережил, то, что мне кажется, вам будет интересно.